Добрый день, дорогие друзья! Чайник здесь, и сегодня я хотел бы сделать обзор вот этого ковра. Это ковер Razer Gigantus V3, если я правильно помню. Кастомный Razer Genshin Impact Edition, вот это вот всё. Это буквально Razer Customs, который предлагает кучу разных картинок, пресетов и так далее, которые можно выбрать по разным играм и, собственно, заказать себе один из этих вариантов. Также там у них есть панельки на всякие мышки, на дезадеры, на ротчи, на ещё какие-то мышки, по-моему, есть панельки. Есть возможность заказать кастомные, опять же, вот ковры и чехлы на телефоны, если я правильно помню. То есть это вот весь ассортимент кастомов от Razer. Причём там можно сделать собственный дизайн из различных пресетов. Пресеты, как правило, это какие-то геометрические фигуры, прикольные надписи, логотипы брендов и вот это вот всё. Всё. Мне, собственно, удалось дорваться до этого, когда я заказывал себе Razer'овскую мышку, которая по Genshin'у. Вот-вот-вот-вот-вот. Вот-вот-вот это. Вот это вот заказывал себе мышку. Вот. Как-то так. Коврик сам по себе позиционируется как классический спидовый. У него не простроченные края. То есть со временем в месте контакта с вашей ладонью, скорее всего, он будет ворситься, так сказать, лохматиться. Вот. То есть никакой прострочки тут нет. То есть он просто припаян. То есть принт припаян к вот этой подложке. Сам по себе коврик достаточно мягкий. То есть если мы вот так рассматриваем его с точки зрения продавливания. То есть вы можете сейчас видеть, в принципе, что он достаточно хорошо продавливается. То есть никаких в этом плане проблем нет. Он по заявлениям от Razer, если я правильно помню, 3 миллиметра. По ощущениям, собственно, так и есть. 3 миллиметра, не больше. Ну, я думаю, что в лучшем случае 3 миллиметра. По принту. Принт красивый, сочный, яркий, но... Есть одно но. Цвета, они приближены больше к естественным. То есть, что я имею в виду? Когда я говорю про вот эти вот оттенки, которые сейчас у вас на экране, скорее всего, выкручиваются с помощью HDR-телефона, на который я снимаю, как сказать, встроенного HDR, да, то, ну, и они кажутся темнее какие-то оттенки. То есть вот тут вот кажется более чёрным. Вот этот вот цвет кажется более чёрным. Вот эти вот цвета, где тени тоже кажутся более чёрными. На самом деле нет. На самом деле нифига. Цвета достаточно рассеянные, достаточно... Несмотря на то, что они достаточно яркие, но они в то же время всё же умеренные. То есть, без перегиба. То есть, когда вы зайдёте в игру, вы таких цветов не увидите, как я сейчас вижу своим, собственно, невооружённым взглядом. Скорее всего, вам на камере это сложно будет передать, но всё же. Качество принта отличное. Вы можете наблюдать это по линиям. То есть, никаких пикселей, никаких каких-то ломаных углов. Я не знаю, как это правильно объяснить. В общем, нет ничего, что указывало бы на некачественный принт. То есть, ты на него смотришь, и это вот буквально очень красивая картинка, только с некоторыми вкраплениями. То есть, если просто присматриваться внимательно, если внимательно присматриваться, то тут, видите, есть ткань. Вот эта вот ткань, она как бы видна. То есть, видна текстура этой ткани. Следовательно, картинка не кажется, будто сошедшей с экрана вашего телефона, компьютера, телевизора. Несмотря на чём вы играете. Вот о чём я говорю. По Глайду. Ну, это уж так, по дизайну это мы поговорили. Дизайн красивый, по моему скромному мнению. Тут ещё, если что, вот тут справа есть Итер. То есть, Сахароза, Альбедо, Пайман и Итер. Альбедо почему-то в центре. Ну, хер бы с ним. Справа, справа есть, если что, то есть я же должен показать, есть вот такой вот логотип Razer. Он никак, в принципе, не мешает. И логотип Genshin. Логотип Genshin можно убрать, если что, если захотите. Ну, в смысле, когда вы кастомите свой ковёр, можно его убрать с этого кастомного ковра. То есть, выбрать версию без логотипа. Логотип Razer убрать нельзя. Теперь, что же касается глайда. У меня есть тут стоковые глайды. Ну, стоковая G Pro X Super Lite. У меня есть Final Mouse Starlight 12. И у меня есть модифицированная G Pro X Super Lite с этими Tiger Arc Eyes. Тут тефлон хороший, тут тефлон хороший, тут... Ну, помните, да? Давайте быстренько протестим. Опять же, мой тест заключается в, собственно, вот таком движении. То есть, сколько оборотов оно примерно сделает. Да, и вот в таком вот, то есть, по ощущениям, сколько мне нужно приложить усилий для того, чтобы толкнуть мышку, и она покатилась. Собственно, как видите, вообще никаких усилий практически не прикладывают для того, чтобы мышку гонять конкретно эту из стороны в сторону. Давайте теперь на количество оборотов посмотрим, сколько она крутанется. Ну, где-то 3 оборота. Не, ну, можно больше, если приложить больше сил. Ну, где-то 4-5, может. Если я правильно, конечно, замечаю. Давайте теперь Tiger Arc Eyes. Ну, побольше. Мне кажется, вот пятерка где-то. По тому, как ездит Tiger Arc Eyes. Еще легче, то есть, приходится... Еще меньше усилий приходится прикладывать, с учетом того, что мышка тяжелее, чем предыдущая. То есть, можно ее спокойненько гонять. Причем, как вы видите, задницу уводит вперед как-то. Да, это прям спидовый-спидовый коврик. Так, гладь при этом достаточно такой уверенный, приятный, маслянистый, не шероховатый. Но, опять же, это вот на этих двух мышках. Теперь пробуем вот этот тонкий тефлон Logitech-овский. Ну, шкрябает. Сам, ну, просто, возможно, из-за того, что углы не скругленные. Ой, простите, уебал. Вот, ну, шкрябает. Вот, но при этом в плане, чисто в плане глайда, чуть-чуть, наверное, уступает вот этому, вот этим ножкам. То есть, понятное дело, что у меня не лабораторные условия, я не меряю вот этот угол наклона, сколько приходит. Ну, в общем, понятное дело, да? То есть, я силу толчка не меряю, сколько мне нужно приложить, чтобы началась езда, поездка этой мыши по ковру. Ну, вот, как вы видите, три, три витка может совершить вот с этими глайдами и с этим ковром стоковая G-Pro X Superlight. Ну, прям ни о чем, вот. Тут, тут, понятное дело, скорее всего, глайды, они еще нет, они отполированные, новенькие. Но, это лучше. Ну, видите сами, да? Она прям летает. Вот это, ну, еле-еле. Итого. Глайд хороший, но для того, чтобы глайд на этом ковре был прям суперским, нужны хорошие сами глайды на мышках. Желательно, вот как я уже показывал неоднократно, G-Pro X Superlight с Tiger Arc Ice. Вот Tiger Ice прям хороши. Прям вот, муа, в плане глайда. Они прям клевые. Их можно заказать, если что, на Алиэкспресс по ссылочке в описании. То же самое, если что, вот с этой мышкой. Тоже ссылочка в описании, смотрите. Вот. Про то, как я модифицировал мышку, можно посмотреть. Где-то здесь тоже всплывашка будет. Или, как бы, в конце видео увидите там подсказку, аннотацию. В общем, смотрите. Так. На этом, наверное, все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте комментарии. До новых встреч, ребята. Пока-пока.